Антон Коржавин. Магниты взаимодействуют через искривление электричества времени. Это же очевидно. Я уверен, что он шутит. Нельзя это писать на серьезных. Вот шутит или не шутит, давай я сейчас открою, позачитываю тебе забавные такие вещи. Я не знаю, ребенок, не ребенок или взрослый человек это пишет мне уже там в годы ВКонтакте. Такие сообщения, сейчас просто позачитываю. Я тоже думал, что это Степа-шутка. Сейчас я уже не уверен, почему-то в этом. Вот Евгения пишет. Катюшик, ты так и не понял. Пространство искривляемо, а черные дыры реальность. Пространство – это материя, время – материя, оно же тело. Дальше. Катюшик, пространство – это и есть материя, но темная. Поучи физику, ты имеешь дело не с лохушкой. Ты агент Кремля, учи Эйнштейна. Будем вести борьбу с вашими хомяками, дегенератами и двоечниками. Физику выучи, нам нужна британская наука. Ну, тролль, не тролль, как вы думаете? Да, кривится пространство, не может не кривиться, оно есть экзоматерия, темная, скорее всего. Логика есть вещь субъективная, ее нужно просто взять и выкинуть. Пространство искривляемо, это материя, которая, конечно, за пределом находится ничто. Просто вы не понимаете сложную физику, вот и все. Черная дыра имеет три слоя – сингулярность, внешний и внутренний горизонт событий. И все-таки пространство искривляется, эти искривления видны даже без приборов. Я чувствую, как искривляется пространство за таблицей. Мы планируем провести эксперимент по отправке радиоволны в будущее на три дня. А квантово у каждого двойник в параллельном мере. Я сейчас создаю прибор квантовый дырокол пространства, как только доделаю, можно созвониться и продемонстрирую кротовую нору. Когда же до тебя дойдет пространство искривлено? Пространство дискретное, в нем куча кротовых дыр. Ну, этот человек пишет, пишет, я ему ничего не отвечаю. Но он пишет, пишет постоянно. Ну, так поднимает настроение, ну, блин. И мне хотелось надеяться, что это, ну, траллинг, степ. Ну, ведь это ведь реально с мозгами такое у человека. Я общалась с ведущими астрофизиками. Сказали, ясно, пустота может искривляться. Берешь геодезическую линию, протягиваешь искривление линии, и есть искривление пространства. Общалась она с ведущими астрофизиками. Пространство – это замкнутая гомеоморфная структура в виде мыльного пузыря, за которым находится ничто. Но это тяжелое ничто. Оно подпитывает нашу Вселенную квантовыми флуктуациями. Хорошо-то как. Геодезическое – это понятие евклидовой геометрии? Это они потом уже натянули вот этот бред внутрь евклидовой геометрии. Они, грубо говоря, вот придумали, начали пользоваться бредовыми геометриями типа Лобачевский, Риман, Минковский. И им надо было как-то их легализировать. Они сказали, что это вот развитие евклидовой геометрии. И вот это вот все как бы в одно объединено. Я просто к чему? Ну, геодезическая линия – это линия по-хорошему на поверхности какого-то объекта. Да, да, да. Вот. Как в пустоте на поверхности чего нет, можно провести линию прямую. И потом ее еще искривить. Логика их не беспокоит. Она же там написала, логики не существует. Это ерунда. Все понял. Черные дыры и кротовые норы реальны. В многомерность времени он возможен. Большой взрыв мог быть. Темная материя может быть. Тяжение более реально, чем приталка. Материя вселенной неравномерна. Пространство искривлено. Вот человек в адеквате пишет или это троллит? Вот давайте версии напишите. О природе сознания Пенрой вспомнил, что каждая частица мироздания – это лишь искривление в пространство времени Эйнштейна. Когда такое искривление или пузырек лопается, происходит квантовый коллапс, появляется сознание. Твой ход, Катюшек. А блин. Сегодня будет опубликовано первое изображение всех массивных черных дыр в нашей галактике. Но, скорее всего, вселенная образовалась из большого взрыва. А до взрыва была тяжелая ничто, она бахнула. Ну и, понимаете, это вот хорошая такая лента. Лента Евгения Белова. Еще я обожаю лекции с Ординой Рубакова. Ну а Сергей Попов у меня как база. Это пишет Евгений Белов. Нет, это просто человек, хорошо насмотревшийся лекции вот этих вот разрушителей нашей цивилизации. Вот всякие Рубаковы, это враги, 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 которые превращают людей вот в это. Рубаков. 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 Рубаков.